Состояние атомной энергетики на сегодня таково, что нас ждет экономическая катастрофа в стране. Экономическая, я это подчеркиваю, и несу ответственность за это дело. Посудите сами, из 15 блоков, которые сегодня несут нагрузку 55,7% от выработки всей электроэнергии на Украине, через 4 года у 7 из них заканчивается срок эксплуатации. Этот срок эксплуатации надо продлять. Продление срока эксплуатации одного блока по предварительным нашим подсчетам, которые мы производили в инициативной группе, обходится в 300 миллионов американских долларов. Умножьте это на 7, вы получите 2,1 миллиарда долларов, которые нужны в ближайшие 4 года. Я думаю, что вы не настолько неоповещенные люди, чтобы не понимать, что такое 2,1 миллиарда, когда наше уважаемое правительство, если где-то урвет 200 миллионов, то это уже такая победа, что аж дальше не нужно. А если не продлим мы срок эксплуатации, то в 2020 году мы потеряем 50% электроэнергии, а в 2030 году атомная энергетика прихажет долго-долго жить. Где брать деньги? То есть, если мы даже продлим срок эксплуатации и не начнем планово заменять выходящие из работы блока, нас опять ждет коллапс и электроэнергетики. Я подчеркиваю, электроэнергетики. Я почему это говорю не атомной, а электроэнергетики? Потому что той энергетики уже почти не существует. Там 80% изношенных, изношенных абсолютно, значит, мощностей. На атомной энергетике сегодня держится безопасность всей страны. Экономическая безопасность, если хотите, социальная безопасность, а дальше рабство. Абсолютно. Что сегодня отработанное ядерное топливо, оно вывозится в Россию. Все до копейки оно туда вывозится, за исключением Запорожской атомной станции. Где есть уже, слава Богу, построенные, и это идет, ну так скажем, в актив на электроэнергоатому, построены хранилища, сухие хранилища отработанного ядерного топлива. А при оставшейся станции все везут в Россию. Везут в Россию, это хорошо бы сказать. Но для того, чтобы делать такие, да, есть контракт между наэкоэнергоатомом и Красноярским горно-химическим комбинатом, куда топливо это вывозится. Этот контракт каждый год дополнительным соглашением освещается. Каждый год. На самом горно-химическом комбинате, о котором я говорю, завода по переработке нашего топлива еще нет. И там денег не столько много, чтобы взять и построить для нас эти заводы. И благо бы, если бы у нас было предусмотрено нашими двумя законами межгосударственное соглашение об этой операции, то есть об отправке туда отработанного ядерного топлива. Такого межгосударственного соглашения нет на сегодняшний день. И Россия с полным правом завтра откажется принимать отработанное ядерное топлива. С полным, я подчеркиваю. И никто ее ничего не обвинил. Мало того, еще нас обвинять, что не было вот этого межгосударственного соглашения. Я уже боюсь, что с этой зимы начнутся не веерные отключения, а веерные подключения по графику, которые будут нарушаться постоянно. Продолжение следует...